В ряды юноармии влились 15 асбестовских школьников. Посвящение в юноармейцы прошло в торжественной обстановке в зале школы номер 2. В 2015 году по инициативе министра обороны Сергея Шойгу, президент Российской Федерации подписал указ о создании общественно-государственной организации российское движение школьников. И уже в 2016 году движение юноармия получило государственную регистрацию, собственную эмблему и флаг. Сегодняшнее мероприятие, наверное, первое в городе, в цепи мероприятий, которое, наверное, охватит и остальные школы. То есть это мероприятие, которое должно положить вообще начало юноармейского движения, официального юноармейского движения, запущено в качестве государственной программы на территории города Асбеста. И вот эта присяга, эта присяга, это станет первым, еще раз говорю, официальным мероприятием. Это стартом как раз юноармейского движения. Клятву юноармейцев в этот день давали учащиеся второй школы. В этом образовательном учреждении делается особый акцент на военно-патриотическое воспитание. Школьники занимаются военной подготовкой и волонтерской деятельностью, принимают участие в спортивных и культурных мероприятиях города. Традиционно учащиеся нашей школы стоят у памятников в почетном карауле. Дальше учащиеся нашей школы принимают участие в парадах, но вот за исключением этого года, когда дети не привлекались к участию в парадах. Ну и мало того, что они являются участниками, но и руководитель наших ребят Шипилов Игорь Александрович, и ребята старшеклассники одновременно являются и организаторами ряда городских мероприятий. Торжественное мероприятие началось с гимна и вынесения знамени. Каждый будущий защитник дал клятву верности отчизне и получил свой оперет с символикой юноармии из рук военного комиссара города Азбест. Ребят поздравили представители городской администрации и военно-патриотических организаций города. Очень хочу вам пожелать, чтобы ваше решение, оно стало жизненно важным. Любить и защищать Родину – это, наверное, самое главное в жизни каждого человека. Поэтому, девчонки, раз вы стоите в строю, я уверена, что вы не менее важны, и ваше решение тоже не менее важно, чем настоящее мужское решение защищать Родину. Я всем вам желаю успехов в вашей жизни и очень жду, что после такого хорошего начала у нас пополнится не просто ряды защитников Отечества, но и уверенно генеральского корпуса. Прообраз юноармейского движения зародился еще в 1990 году на основе детско-юношеской добровольной общественной организации «Движение юных патриотов». Работа организации была направлена на военно-патриотическое воспитание молодого поколения. Сейчас региональные штабы юноармии открыты во всех субъектах Российской Федерации. Юлия Гладских, Татьяна Мельникова, Тимофей Хлебников. Новости АТВ.